Она уже его повалила, когда я увидел ребёнка, он уже лежал на снегу, на дороге. Всё произошло в считанные секунды, говорит Руслан Шакир. В три часа дня он, как обычно, чистил придомовую территорию от снега. Дети были рядом. И откуда ни возьмись, появились собаки. Одна из них напала на трёхлетнего ребёнка. Буквально отвернулся на секунду. Она уже отошла от него. Когда я подошёл к ребёнку, он уже был весь в крови. Всё, я его взял на руки, старшую дочь, тоже подмышку. Собаки забежали ко мне во двор. Закрыл калитку я. Мы сели в машину и уехали в больницу. К ДМЦ ребёнка быстро осмотрели и оказали первую медицинскую помощь. Поступил ребёнок с укушенной раной носа. Оказана вся необходимая помощь. Рана ушита. Проведена вакцинация от бешенства. Ребёнок сейчас находится в стабильном состоянии. Лечение получает. Врачи наложили три шва. По словам отца ребёнка, сейчас семье придётся искать пластического хирурга, чтобы убрать шрамы на лице. Но больше всего его беспокоит, что малыш получил сильнейший стресс. Он очень напуган и хочет к маме. Однако домой отец ребёнка попасть не может, так как одна из собак всё ещё находится во дворе. Позвонил в ветеринарную службу государственную. Всё, что нашёл в справочнике. Они сказали, мы отловом не занимаемся. Позвонил в прокуратуру. Попросил, чтобы посодействовали, чтобы кто-то приехал. Я домой попасть не могу. С ребёнка приехали, час стоим, в гараже сидим. Выйти не можем, домой попасть не можем. Дома дети тоже выйти не могут. Заложники такой ситуации глупые. Видно, что собака породистая, есть ошейник. Вся исхудавшая и неухоженная. Кто её хозяин, никто не знает. По словам главы новотроицкого поселения, по решению данной проблемы уже начата работа. Вот буквально в ближайший час подъедет наши ветеринары, заберут собаку, увезут её на обследование, чтобы понять, есть ли у неё какие-то заболевания, которые могли бы передаться ребёнку. Также сообщение передано в Тукаевское УВД. То есть примем меры по поиску владельца собаки. Если окажется, что у этой собаки есть хозяин, то он будет привлечён к административной, гражданской или даже уголовной ответственности. Кроме того, правительством утверждён перечень потенциально опасных собак, с которыми свободно гулять можно только в специально отведённой зоне. Ответственность за вред, причинённый гражданину либо его имуществу, несёт владелец питомца. А в случае его отсутствия ответственность возлагается на муниципальные органы. Это уже не первый случай, когда на ребёнка нападает собака, в том числе и домашняя. Руслан Шакиров просит, чтобы власти наконец обратили внимание на проблему свободно гуляющих животных. Лилия Хабибьянова, Айдар Мусин. Новости Татарстана.